итак всем доброе утро уважаемые онлайн-зрители с вами студии я александр вольверин продаватель компании альприкор герасов на дону мы готовы приступить нашему семинару по нефтеметаллам и кросс курсом и вижу ваши плюсы в чат напоминаю что вам плюсы и вопросы задавать в чат можно после авторизации в личном кабинете на сайте компании мы готовы приступить нашему текущему семинар и так принципе так фундаментальный фактор мы рассмотрим с вами в 1130 на основных валютных парах они нам пока что не нужны что хочется отметить единственное с точки зрения опять же фундаментальных факторов по евро по фунту пошла коррекция по большей части после глобального искать снижение принципе ожидаемо именно поэтому я и здесь сказал что главное событие этом неделе является 8 марта а именно заседание прс который определит дальнейшее движение сейчас коррекционные коррекционные волны которые пошли от низа они хоть и может может логически объяснимые логические с точки зрения образования цены также интерес с точки зрения входа на кое-где на покупку и где на продажу но я еще раз говорю что на коррекционных движениях я не захожу есть тенденция действующая по которой мы работаем с вами в общем чтобы вопросов не возникало почему мы не поймали дону то что дно ловить интересно итак переходим для начала к нефти на вчерашнем дейли фрейме нам паяли свечу неопределенности по всей красе это интересный интересный доджик и единственное что можно пожелать этому доджику это получить подтверждение еще на подтверждение дальнейшего снижения если это случится соответственно дальнейшем как говорится доджики нам интересны не буду и если честно говорить искать здесь точку опоры ради одной свечи неинтересно на четвертом фрейме опять же назвать боковиком вот этот рейндж невозможно после здесь у нас с вами явно направленное движение после прорыва ключевого 5602 и пока нету коррекции быть не может завтра у нас с вами публикация запасов нефти нефть и дистиллянтов в сша ожидается сокращение и у меня опять вопрос мы все помню с вами что три недели подряд у нас происходило сокращение завтра то есть увеличение запасов при этом если честно цене было как-то полностью все равно на действующую тенденцию что изменилось сейчас я считаю что в принципе ничего поэтому данных следующие данные которые выйдут завтра независимо от тех показателей которые будут я имею ввиду если прогнозы у нас с вами совпадут где-то 8 как-то получилось если прогнозы по нефти у нас с вами совпадут то это перспективе никак не отразится даже резкое сокращение и единственное что резкое сокращение отрицательное знать отрицательный не будет вплоть до минимальных значений по нефти она может быть как-то локально и сможет помочь но все с прекрасно с вами помним прошлую среду это у нас было 11 число вот вот здесь вот вышла публикация сокращение запасов хватило только на локальный коллекционный импульс после чего в принципе продолжили движение по выбранному ранее на поэтому сейчас пока что смотрим только на нефть с точки зрения продаж целевой уровень по ключу у нас является опять же уровень 50 здесь этом промежутке конечно может произойти много чего интересного именно не формализованных не формализованные движения и резкие скачки но по крайней мере до завтрашнего дня я считаю чтобы публикации с диски по нефти мы скорее всего будем либо в этом районе либо понемногу снижаться золото и серебром и так по золоту мы с вами определились так мы тут одной ногой стоим в яме для дальнейшего снижения вот на уровень 1000 мы определили с вами что у нас боковичок с верхней границы в районе 160 1164 доллара за тройскую унцию где-то 1162 и нижняя граница 1150 долларов за тройскую унцию работаем только на их пробои другое нам в принципе даже больше чем принципе не интересно опять же в случае если в текущем в текущей картине вам хочется поиграть на отбой от нижней либо от верхней границы делать этого не стоит потому что несмотря на то что запасы стопов здесь стоят по 34 доллара лучше работать над пробой напоминаю пробой 1150 и верхней границы опять же с учетом уколов которые мы имели с вами ранее здесь желательно увидеть подтверждение если подтверждение был не будет то заходить на часовой премии по крайней мере не стоит серебро также принципе начинает ну она она хотела показать более-менее явно динамику относительно доллара и нисходящую фазу но по нему судить опять же золото не поэтому оптимально у нас является картинка по золоту пока что с учетом тех движений какую-то которую мы имеем восхождение коллекционная прервалась у нас пока нисходящая глобальная тенденция поэтому вероятность пробоя нижней границы и похода дальше вниз намного больше это что касается классики однако у нас есть замечательные индексы которые сейчас подходят и американский ну так сказать локальный ориентир который сейчас будут подходить к району будет 20 81 на 21 стопу 2100 пунктов если мы здесь увидим коррекционный отбой то тогда а октября от оптимально то есть глобальных продажа золота мы немного позаботим но по крайней мере я считаю что для подтверждения текущей динамики оптимально сейчас даже если золото собирается развернуть импульс вниз в район как минимум одну секундочку нет 10 10 72 это слишком много ну как нам сказать импульса давать тут некуда что если будут давать тут до 1000 пойдем в плоти пока что вырисовывается вот что-то где-то где-то в этом районе и притом неосознанно поэтому опять же держим продажи в уме и поглядываем на сша как только начнет доворачивать американская фонда можно будет с интересом просматривать уже покупки по золоту но еще раз говорю работать строго по выходу из этого бокового боковика так нефть америка разобрали и так по кроссам в принципе я бы наверно что-нибудь сказал бы но в принципе берите ничего еще раз говорю у нас началась коррекционная волна которая перспективе опять же закончится только у нас с вами завтра завтра вечером у нас вами главное событие это выступление джанет елен заявление комитета по открытым рынкам и по сути говоря процент доставку то что не изменит это факт но мы должны получить в этой риторике самое главное когда на повышение процент доставки ориентиры на и то есть пока что многие трейдеры закладывать что повышение процента доставки произойдет на июнь и здесь случае если это риторика совпадет то ожидаем с вами падение рынка американского всплеск активизации покупок золота и соответственно рост доллара рост доллара так так или иначе косвенность и она спровоцирует вопрос курсом дальнейшую динамику поэтому даже пока что есть если по евро австралу мы подошли к некому саппорту рассматривать его с точки зрения покупок я пока что не собираюсь потому что движение нисходящее нам никто не прервали кто-то скажет ну вот вот перехать тут был все можно идти на длинный придется а нет такая разводка у нас с вами была уже извините на доллар и фунте которую даже попался и я сергей нет пока нацию швейцарцу я не скажу потому что у нас кросс-курсы с евро и с фунтом чтобы рассматривать другие кросс-курсы необходимо их сначала она ли по анализировать я за 15 минут должен рассмотреть все кросс-курсы а уделить 3-4 минуты одному кросс-курсу для того чтобы глобального проанализировать это вы непрофессионально с точки с моей своей своей точки и так поэтому держим держу с вами входной параметр если нам дадут опять же вчера хоть пробой давали без подтверждения здесь опять же покосом горю если с основными парами мы работаем часто и без подтверждения тут с кроссами нужно это видеть пока что коррекция может развиться вплоть еще даже пунктов 150 потому что вы должны понимать что евро австралийец это тот кросс-курс который в день может спокойно пробегать по средней волатильности 200 пунктов то есть это не евро доллар сейчас в канале трогать поэтому сейчас в контртренд мы не лезем единственное я и говорю что вот по большей части все сделки которые открываются сейчас по кроссом они как раз контрендовые что немного противоречит поэтому сегодня будем заниматься только переносом возможных точек хода дабы в дальнейшем их не пропустить при этом как и оказалось небольшая плиточка сработала все таки вот дошла до этого уровня сейчас консолидации в районе 1 35 пока что движение отбойная но еще раз хочу сказать пока что не будем загадывать треугольник на схождение пробили пока что вверх но еще раз говорю пока что мы исследуем целевой динамике пока чтоб на снижение евро относительно всех валют сейчас там небольшой всплеск я бы что в чем марио драги выступал что-то даже на выступал и так по я так а что у меня здесь различать секундочку развитие периода поставлю растерялся и так по евро фунту в идеале да вы должны были вчера зайти на утреннем ходе потому что принципе хотя нет боя нет но вот нет вот это наверно можно просматривать как принципе что-то подтвержденное поэтому да считаем что стоп здесь опрокинули и вы это факт пока что у канадца своя жизнь относительно других валют мы это с вами увидим на долларе канадцы но пока что по евро можно сказать динамика у нас с вами на накопление в районе 135 вверх 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 ожидаем укол здесь был нет 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 я перепутал так извините перепутал евроканадец нам и разобрали евроканадец прошу прощения во всем виноват вторник евро евро фунт все вернулись евро фунт и так по евро фунту даже если считать данный заход пока что у нас евро пытается показать себя сильнее намного фунта и почему намного потому что скорее всего из вот этого накопления будет следовать выстрел по за верхней по этой верхней границе и здесь я уважаемые онлайн-зрители может быть даже рекомендовал бы попробовать зайти в конт-тренд если бы мы с вами не изменяли бы нашей системе поэтому не знаю давать точку входа не давать не давать не буду но перспектива еще раз говорю на данную длину если все раньше мы говорили что и по евро фунту принципе у нас есть с вами нижние границы для база на отбой то сейчас вот этого все уже нет вот этот вход уже при продолжении дальнейшем он будет не активен пока что по евро фунту можно рассматривать небольшую восходящую коррекцию но опять же небольшую то есть это у нас не изменение текущей тенненции далее евро и иена японцы как говорится среднесрочно мы с вами говорили о том что был снижаться я на ложку теперь же к локальным он по локальному входу вчера отбой как мы видим с вами не произошло прошел ключевой пробой формирование ложного пробоя затем выход опять вверх пока мы находимся на верхнем пограничном уровне также как и по по кому там такой же его как по евро канадцу мы просто совершаем с вами небольшой акт переноса нашего входа на ближайшее будущее не больше не меньше принципе думать много не надо валерий пишет под риском я вот не люблю знаете вот не хочу здесь давать даже вход с риском потому что стоп перепутал потому что я знаю что есть стран я знаю что можно торговать по тренду и контр тренде сожалению даже математически показано что в будущих сделок будет больше чем прибыль поэтому мои моя задача вам опять же пока тренд не изменится работать по тренду и так евро на зад мы с вами позицию потеряли которую держали ранее вы короткие позиции сейчас два дня мы здесь проводим в рейдж на нижней границе еще раз у нас обновилась исторический обновился исторический минимум даже перри обновился если так сказать не ожидали по крайней мере я что настолько уйдем при этом здесь данное формирование пока что не является точкой разворота несущей тенденции хотя первые признаки есть параболическое закругление которое сломали сейчас а вот поэтому я все-таки дам если получится то получится ждем подтверждающего и заходим это чем-то чем маленькими рисками потому что еще здесь параболику сломали обновили минимум есть отдаленные первые признаки того что можно будет подумать о локальном развороте даже несмотря на то что это сделка жесткий жесткий такой в контр тренд крайней мере я и смогу рекомендовать однако по целям опасный конечно ход но кто не рискует тут не зарабатывает здесь занимаемся поиском дна еврофунт и так по еврофунту мы с вами говорили если выходит вверх из этой области мы покупаем выход произошел единственный вопрос кто не забрал малую толику данного движения перенос опять же я еще говорил что трейлить нужно данные позиции стопами сейчас в идеале данный вход он будет подтверждаться мы просто протягиваем наш горизонт на пробой еще раз говорю не всегда все эти цели которые я указываю не должны быть достигнут поэтому в принципе треть цены две трети цены прошли он не забрал я не виноват дублируем ходы его больше больше тут смотреть не на что потому что пока что по евро ауди нет даже вероятность того что мы вниз пройдем намного больше чем вероятность что мы снова дадим вот этот реверс поэтому еще раз говорю здесь всегда мерьте по жадности у нас не средний срочный анализ плюс фунт сейчас немного под давлением по фунта кадра напоминаем мы с вами ждем подхода к району 187 8650 прежде чем мы с вами начнем хотя бы проводить более-менее взвешенный анализ он фунту чифу у нас с вами вчера мы говорили если пробьют здесь узловую а именно горизонтальный и наклонный уровень заходим на длинную позицию вот у нас в один случается пробой потом вернулись обратно пробой подтверждения вот она точка входа и я опять же я не все не все не силен в точности предсказание цели но в данном случае забрать свои 50 пунктов которые у нас стоят целевыми вы могли пока что еще раз говорю здесь локальный реверс локальный реверс и снова будем ждать на подхода цены к этой точке если уход остались длинные позиции задаете вопросы сами себе потому что в данном случае еще раз всегда мерьте пожарности у нас цели 40 50 пунктов на день фунта иена интересное было схождение вот теперь кстати его можно ломать будет сколько тут ой нет 50 пунктов нет даже при закрытии ставить стоп 70 пунктов нужно нужно обладать неким героизм хотя с потенциалом 370 это героизм немного и нужен и у меня здесь дилемма давать не давать но так как у нас ближе близится заседание фрс лучше я не нам это фунт нзд ждем прохода данной области нисходящее движение пока что продолжается здесь ключевой точкой входа является пробой 20 но пробой только на дневке и не знаю я хочу кросс-курс естественно брать подальше потому что серьезно пробойные свечи по 300-400 пунктов они совсем не совпадают с тем потенциалом и за которым мы с вами происходит но по австралийцу но и зеландцу мы вот это единственное левый кросс-курс который к нам затерялся ожидаем пока что прорыва либо вверх либо вниз других вариантов пока что не да но закончим ура и так уважаемые анализители в принципе подошли к финальной стадии нашего аналитического обзора теперь хочу услышать ваши вопросы напоминаю что вопрос мы задаем через есть то есть сначала пишем есть затем задаем вопрос если вопросов нет уходим на семинар в 1130 у нас идет по основной валютным парам вопросы напоминаем задать каждый кто призывался в личном коммунити компании скучно сегодня будет день я серьезно говорю при торговле я не обращаю внимание на корреляцию причина возьмите проведите корреляцию нефти и доллар рубля заметьте когда корреляция сломалась и после этого если есть прецедент поломки любой корреляции это означает что стоит торговую систему на корреляции не стоит реакция она работает я не спорю она существует это действенный метод настроить систему которая рассчитана на торговлю на допустим там хотя бы пару-тройку десятилетий вперед бессмысленно может еще раз говорю корреляция имеет свойство расходиться и сходиться не в том самом месте примеру те трейдеры которые до 2012 года торговали прямую корреляцию нефти рубля в 2013 году все свои деньги потеряли то что было заработано за по сути градиси и телетку корреляции было за один год потерян смысл смысл такой торговли хотя если в перспективе ожидаете слить свои деньги то итак на этом мы с вами прощаемся на чистые минуты будет семинар по основным валютным баром с вами был александр валерьем предкомпания при гурне ростов на данном из записанной трансляции будет на официальном канале на youtube и у меня в блоге встречи с вами в эфире и